Именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверившим в День Суда. Сюжет этого фильма основан на реальных событиях и опирается на достоверные источники. Фильм был одобрен авторитетами исламскими учеными мира. Создатели фильма сочли допустимым показывать лица актеров, исполнители ролей праведных халифов с целью лучшей передачи создаваемых ими образов. 25 серия Продолжение следует... Продолжение следует... Между нами река и этот мост. Или вы должны перейти к нам, или мы перейдем к вам. Они говорят, что или мы должны перейти к ним, или они к нам. Пусть переходит к нам. Они остерегаются перейти реку, мы перейдем к ним. Я прошу тебя подумать хорошенько, Абу-Убайда. Абу-Убайда, они хитрые и коварные. Я не думаю, что они подождут, пока мы перейдем реку и построим ряды. Они нападут на нас, пока мы будем переходить. Что с вами? Вы что, испугались? Если мы не решимся на переход, они подумают, что мы слабые. И их уверенность в своей силе усилится, а это половина победы. Я решил, слушайтесь и повинуйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Держитесь! 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 Не бойтесь! Держитесь! Аллах Велик! Аллах Велик! Держитесь! Продолжение следует... 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 Ты пойдёшь в мечеть в этой одежде? Разве она не прикрывает и не защищает меня от холода и жары? У меня только два халата И второй износился так же, как этот Если бы ты попросил, тебе бы выдали одежду Нет, клянусь Аллахом, я этого не сделаю А ты? Ты не останешься помолиться дома Ты ведь знаешь моё мнение И лишиться награды коллективной молитвы И не увидеть повелителя правоверных, дающего наставление людям? Если это так необходимо, пусть это будет во время обеденной молитвы Но не во время утренней и ночной Ты запрещаешь мне это? Разве Умар может запретить то, что разрешил посланник Аллаха, сказав Не запрещайте рабам Аллаха посещать мечети Аллаха? Ты пойдёшь впереди, или я? Лучше, когда люди приходят в мечеть раньше, имама Повелитель правоверных, у меня дело к тебе Некоторые люди увеличили размер маха И те, кто хочет жениться, не могут этого из-за недостатка средств Люди Некоторые из вас пожаловались мне на увеличение размера махара Которое привело к тому, что молодые люди попали в затруднительное положение И им стало трудно жениться Пусть махар не превышает 400 дирхемов Даже если это будет дочь одного из знатных среди вас Если кто увеличит, то я отдам то, что превышает эту сумму в общественную казну У тебя нет права на это, Повелитель правоверных Почему же? Потому что Всевышний Аллах сказал Если вы пожелали заменить одну жену другой И если одной из них вы подарили кантар То не берите себе из этого Неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая явный грех? Как же ты можешь угрожать, что отберешь то, что сверхограничение установлено тобой И отнесешь его в общественную казну Женщина оказалась права А Умар ошибся О Аллах, прости Отданные знают больше меня Люди Люди Я отрекаюсь от своих слов Тот, кто хочет отдать и своего имущества, сколько он может и хочет Пусть делает Тот же, кто облегчит бремя сыновьям мусульман Тому Аллах облегчит трудности Это Абдулла ибн Зайд Один из товарищей Абу Убайды в Ираке С чем ты пришел, Абдулла? Я принес вести, повелитель правоверных И расскажу после молитвы по воле Аллаха Нет силы и могущества Кроме как от Всевышнего Аллаха Да смилуется Аллах над Абу Убайдой Если бы он обратился ко мне Увидев, как многочисленные персы по сравнению с его войском Я бы помог ему, отправив на помощь людей Что касается Мусанны То Аллах отблагодарит его за великие заслуги Клянусь Аллахом, он оказался таким, каким его описали Он оправдал наши ожидания Он совершил джихад в Ираке еще до того Как люди отправились туда Затем согласился воевать под флагом Халида Затем под флагом Абу Убайды И ни разу не попросил Командования для себя Он раньше других отправился воевать с персами И поэтому клянусь Аллахом Мы не оставим его без помощи Отправим ему помощь за помощью и войско за войском И если потребуется Я и сам выйду к нему Мы призовем на джихад все племена арабов КОНЕЦ 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 Мы все договаривались, что я буду править 10 лет А затем будем искать кого-либо из семьи Хасроя Абравейза Из числа тех, кто скрывается Я знаю, что в живых остался внук Хасроя Абравейза Ясдашарт Он сын Хашрая И он из тех, кого убил его брат Шихравейх Его мать убежала с ним и скрылась у своих дядей в Астахаре Это последний потомк Хасроя по мужской линии И последний из сасанидов Я решил не ждать 10 лет Потому что я уверена Что эти полководцы и народ объединятся лишь вокруг сильного мужчины Из рода Хасроя Они не смогут прибрать его к своим рукам, как это было со мной Когда на троне Хасроя восядет тот, кто имеет право на него То народ соберется вокруг него Они не посмеют вмешиваться в правление царством И вернуться к своим обязанностям и к делам войны Я сделала все, что могла И у меня не было никакой другой цели Кроме как сохранить Персию и наследие ее царей Я была здесь И старалась сделать все, что в моих силах В моих руках была армия Снаряжение, богатство земли И тысячелетнее наследие и величие Персов А там вдалеке В столице мусульман В безлюдной и пустынной земле В шатрах и глиняных домах Их великий предводитель Тот, кого они называют халифом Он руководил всем Оттуда Сейчас я признаю, что он одолел меня Теперь я должна оставить трон И уйти навсегда Я бы хотела увидеть своими глазами того человека Который одолел меня Чтобы узнать, что это за человек Его воины и полководцы победили с его помощью Или это он победил с их помощью Или же они все вместе победили Помогая друг другу Мальчик Ты позволишь мне сесть рядом с тобой? Повелитель правоверных? Вот, повелитель правоверных Садись Нет, садись А я сяду позади тебя Нет, я не хочу, чтобы люди увидели меня сидящим впереди Повелителя правоверных Ты хочешь усадить меня на удобное место А сам сесть на жесткое? Нет Давай, слушайся Повелитель правоверных? Повелитель правоверных! Дай мне слезть Иди по своим делам Я подожду, пока ты закончишь свои дела, а потом отвезу тебя обратно Да благослови тебя, Аллах Иди, да наставит тебя, Аллах Это самый лучший день твоей жизни Ты понимаешь, кто это? Ведь это повелитель правоверных Повелитель правоверных Мир вам и милость Аллаха И вам мир, милость и благословение Аллаха Я пришел посмотреть на эти заповедные пастбища и на верблюдов Заката Как обстоят у вас дела? Как довелел повелитель правоверных Мы не запрещаем хозяевам верблюдов пасти на заповедной территории И вы не делаете различия между людьми? У всех равные права в пастбе и в пользовании водой Это хорошо Это владение всех мусульман Достаточно ли пастбища для верблюдов Заката и верблюдов Жителей? Да, пока хватает Мы установили очередность в пользовании водой Но если верблюдов Заката и верблюдов Жителей станет больше То заповедная территория будет для них мала А та земля? Это земля Беляла ибн Харис Которую ему выделил посла Николаха Он ничего не посеял на ней и не посадил финиковых пальм Она обширная, часть ее Белял обрабатывает А остальную часть оставил необработанной Узнай, где он и отправь его ко мне Повелитель правоверных Повелитель правоверных Клянусь Аллахом, повелитель правоверных Эти финики упали из-за ветра Я не срывал их И не кидал в них камнями Клянусь Аллахом Ты не лжешь мне Как тебя зовут? Синан ибн Салама Хузали Повелитель правоверных Я боюсь, что мальчики отберут у меня это Клянусь Аллахом Нет, берут Идем со мной, я провожу тебя до дома Что ты собираешься делать с финиками? Я поделю их между собой, сестрой и матерью По справедливости По справедливости, клянусь Аллахом Я поделю их поровну, клянусь Аллахом Тебе не кажется, что ты много клянешься? Это необдуманные слова, повелитель За которые Аллах не наказывает Кто тебя научил этому? Мама, она не пропускает молитвы в мечети И учит меня Корану Она праведная мать Ты должен быть добр к ней Но все равно не приучай свой язык Клясться постоянно, чтобы не впасть в грех Я так и сделаю, повелитель правоверных Договорились? Да, договорились, клянусь Аллахом Забыл! Забыл! Клянусь Аллахом, забыл! Но ты ничего не сказал о своем отце Он сейчас с войском в Ираке Правда? Как же повелителя правоверных запомнить всех подданных? Возьми из моей доли, повелитель правоверных Ты отдаешь мне из своей доли? Я возьму только один Чтобы получить благодать от дома Хозяин которого воин на пути Аллах У которого праведная жена и благословенный сын Позови ко мне свою маму Сейчас Мама! Мама! Увелитель правоверных Мой сын сделал что-то плохое? Нет, наоборот Ты дала ему хорошее воспитание Ураба Аллаха Я узнал, что твой муж отсутствует Ты в чем-нибудь нуждаешься? У нас все хорошо, повелитель правоверных По милости Аллаха Мы получаем пропитание Из выделенного нам повелителем правоверных Так как я являюсь отцом подданных Ураба Аллаха Я не допущу, чтобы жены воюющих Утруждали себя делами купли-продажи Кто из вас хочет купить что-то Пусть пошлет со мной Кого-нибудь из своих слуг или сыновей Чтобы я купил для них все необходимое на рынке Тебе нужно что-нибудь? Мир повелителю правоверных И тебе мир и милость Аллаха Как дела на рынке? Хорошо Разве осмелится кто-либо обманывать на рынке Когда Шифа, дочь Абдуллы проверяет все И повелителем правоверных является Умар Ибн Аль-Хаттаб Я вижу с тобой слуги, сыновей тех, кто в военном походе Повелитель правоверных Пусть часть из них пойдет с тобой, остальная со мной Мы возьмем все, что им необходимо И ты не потеряешь лишнее время Согласен? Кто пойдет в Шифа, а кто останется со мной? Мы с тобой, повелитель правоверных Посмотрите на них Они не хотят идти со мной Шифы, хозяйка рынка А это тот Умар, который в разговоре с людьми проявляет жестокость Ты, наверное, хотела сказать грубость Это твои слова о самом себе И я такого не говорила Мир вам и милость Аллаха Что вас побудило послать за мною, повелитель правоверных? Сядь, Белел Сядь Та земля, которую ты получил от посланника Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Что с ней? Я вижу, что ты не в силах возделывать ее всю Да, это так, ведь это огромный участок Тогда посмотри, сколько ты в силах обработать и пользуйся этим А что не в силах, верни нам Мы разделим ее между мусульманами Нет, клянусь Аллахом Я не верну то, чем наделил меня посланник Аллаха Я знаю, что посланник Аллаха Мир ему и благословение не отказывал ни в чем, чтобы у него не попросили И он наделил ею тебя, чтобы ты обрабатывал ее, чтобы эта земля прокормила тебя И милостыня с нее доставалась беднякам из числа мусульман Это было целью, чтобы другие получали от нее пользу Если же ты не способен ее обрабатывать частично или целиком, то цель не достигнута Ты сам не пользуешься ею, другим не даешь получить от нее пользу Если я несправедлив, то скажи в чем? Нет, клянусь Аллахом, ты не проявил несправедливости Это мое решение, и ты последуешь ему Все решено Дамаск Неужели кто-то еще надеется, что придет армия Цезаря и снимет эту осаду после стольких месяцев? Скоро во всех домах и на рынках закончится еда Разве Фистаса и его сторонников это волнует? Ведь их хранилища полны запасов, им не грозит голод До каких пор продлится эта осада? Мы что, будем ждать, пока мусульмане войдут к нам силой и поступят с нами, как поступают с теми, кто воевал против них? Если исход ясен, разве не лучше для нас заключить с ними мирный договор? После чего мы сами, наши семьи и имущество получат безопасность? Больше всего я опасаюсь того, что когда они победят византийцев, народ начнет добровольно принимать их веру И это уже происходит А какой вред от того, что человек примет веру, если его не заставляют этого делать? Если же мы объединим силы с византийцами против арабов-мусульман, тем самым мы подвергнем себя гнету византийцев и отвергнем справедливость мусульман, лишь ради того, чтобы людям не давали добровольно выбрать себе веру Это и будет принуждением И что же выбрал ты? Да Я принял ислам еще до того, как началась эта осада, как только до меня дошло послание ислама Если я разочаровал вас этим, можете делать, что хотите Но я даю вам наставление, как своей семье Идите вперед, оба Я сказал вперед Идите Идите Известно, что эти оба вступили в соглашение с врагом И они заслужили наказание Они и других призывали к этому Они заслужили смерть Хватит Отпустите их Они из нашего племени Они из нашего племени Повелитель правоверных У меня есть дело к тебе Я из числа твоих подданных Господь повелел тебе заботиться обо мне так же, как и о других Что у вас? Я взяла деньги в долг, а теперь не могу его выплатить А хозяин денег требует их возвращения Какова сумма долга? Сто дирхемов Благодаря им я выдала дочь замуж По воле Аллаха, твой долг будет выплачен Но что мешает тебе принять ислам? Ведь люди приняли его Я старая женщина, и мне осталось жить так мало Как хочешь Нет силы и могущества, кроме как от Всевышнего Аллаха Нет силы и могущества, кроме как от Всевышнего Аллаха Да простит мне Аллах, да простит мне Аллах Что же ты сделал, Умар? Почему ты просишь прощения грехов, повелителя правоверных? Старая женщина-христианка пришла ко мне с просьбой Я помог ей, а потом призвал ее к исламу Но ты ведь не принуждал ее, разве не так? Я боюсь, она подумает, что я принуждаю ее взамен на то, что помог ей в нужде Все зависит от твоего намерения, повелитель правоверных Дела оцениваются по намерениям О, Аллах, я наставил и не принудил О, Аллах, я наставил и не принудил Но вместе с тем На душе у меня плохо от того, что я сделал Да простит меня Аллах Астахар 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 Отойди, юноша Почему ты смотришь на меня с неприятием? Считаешь, что я недостоин стоять рядом с тобой? Сегодня прекрасный день Расцветают сады, и мы хотим лишь немного невинно развлечься Если бы ты согласилась, мы бы славно провели время Красавица не пожалеет о времени, проведенном со мной Я знаю множество интересных, смешных историй, которые веселят сердце и радуют слух Ты не прекратишь? Только тогда, когда реки прекратят свое течение Перестанут петь птицы, пчелы, собирать пыльцу, а глаза красавицы метать стрелы в сердце бедного влюбленного Ты не пожалеешь меня? Посмотри на меня Неужели тебя обрадует смерть юноши, есть даже арда Умершего от сильной, безответной любви и страданий по тебе? Возможно, красавица все-таки согласится Я вижу, ты не образумишься, пока с тобой не произойдет беда Беда? Кто пошлет ее на меня? Ты? Ну же, я буду рад этому Не я Кто они? Кто это? Велите, госпожа, что с ним делать? Просто уберите с дороги, но не причиняйте ему вреда Ничего, ничего, я отойду сам Но где ваши борода и усы? Я понял Вы евнухи И поэтому вам не понять того, кто умирает от любви Но я понимаю, что такое навлечь на себя смерть ненастойным поведением Стой! Всякий, кто тронет царя, будет наказан И я царь? Мой повелитель царь Ездожарт Сын Шахрияра, сына Хасроя Абравирза 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 Хасроя Абравирза Сын Шахрияра, сына Хасроя Абравирза Кто это? Они похожи на путников, утомленных дорогой Пойдем посмотрим, что с ними Мир вам И вам мир Вы позволите подойти к вам? Подходите с добром или же оставьте нас Что с детьми? Почему они плачут? От голода А что в этом котле? Вода, я делаю вид, что готовлю еду, чтобы они уснули Аллах рассудит нас и Умара О, женщина Да смилуется над тобой Аллах, откуда Умар узнать о тебе? Он взял на себя правление нами, но ничего не знает о нас Облегчение придет к тебе, о раба Аллаха Подожди немного, я принесу тебе что-нибудь Продолжение следует... Держи меня на спину Я понесу Ты понесешь мое время в судный день Держи меня на спину Держи меня на спину Сыпь муку, а я буду перемешивать Не так Сыпь понемногу, а я буду перемешивать До тех пор, пока не получится однородная масса Без комочков Вот как варят кашу Накорми их А я буду класть в миски понемногу, чтобы оставало Ешьте, дети, ешьте Ешьте Вот, бери Да вознаградит тебя Аллах Ты более достоин быть правителем правоверных Ешьте на здоровье Завтра приходи к повелителю правоверных Ты найдешь меня там, и я выделю тебе деньги По воле Аллаха По воле Аллаха Субтитры добавил DimaTorzok 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 Субтитры добавил DimaTorzok